В эфире седьмого новости мы подводим информационные итоги дня. В студии Екатерина Поденежная. Здравствуйте. Даже непродолжительный дождь сумел подтопить некоторые улицы и районы. Сильный ливень со шквалистым ветром прошел по всему городу. Досталось проспекту Шевченко, а некоторым улицам на Молдаванке, а также частично Пушкинской, Балковской, Бреуса, Говорова и Филатова. А в доме Гоголя из-за дождя обвалился потолок в большом зале. Затопленный подвал, первый и второй этажи. Местные говорят, вода хлистала ручьями. Никто из чиновников и коммунальщиков так и не приехал. Детальный сюжет смотрите завтра в выпусках новостей. Ну и как обычно, дождь парализовал движение в центре Одессы. По данным онлайн-сервисов, оно практически остановилось на Решильевской сторону ЖД-вокзала, а также на Канатной, Французском бульваре, проспекте Шевченко, Черняховского, Среднефонтанской, Пироговской, Семинарской, Адмиральском проспекте. А далее коротко о других новостях. Куяльник со скандалом покидают переселенцы. 60 человек уже уехали в санаторий неподалеку от Славянска. Нам в условиях были созданы такие тяжелые отключения света, воды и лифтов. И люди просто бежали, покупая билеты за свои деньги. В Одессу приехали судьи из Европы, что поразило норвежцев и как нам сэкономить миллионы гривен. То, что уже много лет работают в Соединенных Штатах и Европе. Мы должны идти только по этому пути. Своя скорая помощь для бездомных животных. Подарок от немцев. Полсотни переселенцев покинули санаторий Куяльник. Уехали за свой счет в другую здравницу в Святые Горы недалеко от Славянска. Люди не дождались 15 октября, когда им должны были официально помочь с переездом областной власти. В облгосадминистрации называют отъезд искусственно созданной политической манипуляцией. Они приехали сюда из Макеевки, Попасны и других оставшихся под обстрелом территорий. У кого-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом, у кого-то со зрением. Люди сейчас живут без электроэнергии. Свет включили только к приходу журналистов. В их временном жилье нет тепла. Только четыре кухни на 15 этажей. И то разрешают лишь греть воду в чайнике. Мол, за коммунальные услуги надо платить. Холодильник позволяют использовать только для инсулинозависимых. Хранить там продукты нельзя. В условиях были созданы такие тяжелые отключения света, воды и лифтов. И люди просто бежали, покупая билеты за свои деньги. Когда мы вчера просили, были обесточены, дети до обеда были голодные. Они сказали, ваши дети имеют право только чайником пользоваться. Все. Если мы даже увидим, что переноска потянута в вашу комнату, мы автоматически выключаем свет. Лифты включают очень редко. Колесочники не могут спускаться на первые этажи так часто, как хотелось бы. Прозвучала фраза о том, что пусть ночуют под мостом. То есть я не знаю, кто это сказал, но фраза прозвучала и я ее услышала. То есть рисковать и ночевать под мостом я не хочу. У меня разрушены суставы. Я могу вставать, но, к сожалению, ходить я не могу. То есть на самом деле люди, которые приехали, они вообще не вставали. Они заходили сюда на руках в туалет. В дирекции подтверждают, что условия в санатории буквально на выживание. Подчеркивают, здание в аварийном состоянии, есть предписание ГСЧС. Корпус эксплуатировать очень опасно. Лифты могут рухнуть в любой момент. Помещение холодное. Нет отопления. И не предвидится даже, чтобы на зиму было бы отопление. У нас экономически такой возможности нет уже. Что касается питания. Нет, мы их не кормим. Они сами. Кто-то не может выехать по состоянию здоровья. Им нужна больница. Направляют борщи. Направляют все это в горст. Но дело в том, что я, например, я беременная девушка. Как вот заметно, да. Мне нужна больница. Я в борщах. Там нет ни больницы, ничего нет. Я на данный момент работаю. Работаю до ноября месяца. У меня в ноябре месяце декрет. Я не могу никуда вообще. Реально. У меня нету в комнате ни света, ничего. Нуждаюсь постоянно в присмотре врачей. У меня с опорно-двигательным аппаратом проблема. В санатории Святые Горы якобы благоприятные условия для проживания. Свет и тепло. Но там пока не окончен ремонт. В облгосадминистрации считают скорый выезд переселенцев из Куяльника политической манипуляцией. Сегодня часть людей все-таки приехала. 50 человек. Их в авральном порядке расселяют по санаториям. То есть, в принципе, наши прогнозы сбылись о том, что, к сожалению, люди оказались в который раз заложниками ситуации, чьих-то политических игр, просто и манипуляций. В Куяльнике пока осталось около 150 человек. В планах областных чиновников расселить их еще по четырем точкам. В село Струмокта Тарбунарского района – это для мам с детьми. Борщи Подольского района – в здании бывшей школы-интерната. И в гериатрические дома-интернаты на Паустовского-2 и в село Мирнополье Арциского района. Более полный сюжет смотрите в итоговом выпуске новостей. Мария Сапкалова, Евгений Руденко, Седьмой канал. В Одесской области прозвучали взрывы. Этой ночью неизвестные бросили две боевые гранаты Ф-1 в дом Николая Карапетрова. Мужчина руководит сельхозпредприятием в Болградском районе. Одна граната взорвалась во дворе, из-за чего загорелась машина Митсубиши Л-200. Вторая влетела в окно детской комнаты. В это время там находились двое детей. Чудом их не задело осколками. Но в комнате разбитая вся стена и мебель. Карапетровы связывают нападение с бизнесом. Говорят, так поработали рейдеры. СБУ и прокуратура задержали адвоката. Он пытался дать взятку сотруднику службы безопасности Украины. Предлагал 13 тысяч долларов. Таким образом, мужчина хотел защитить интересы своего клиента, к слову, уже задержанного. В частности, адвокат просил, чтобы за эту сумму правоохранители повредили легализованную видеозапись, которая подтверждала, что его подопечный вымогал взятку. Отмечу, что операция проходила в ресторанно-гостиничном комплексе на улице Долгой. На трассе Киев-Одесса загорелся автомобиль. Случилось это в Черкасской области. Происшествие увидела одесситка, сняла на телефон и выложила в сеть. В комментариях к посту есть детали. Скорее всего, Лексус загорелся из-за замыкания проводки в задней части авто. Внутри находился только водитель. Он успел покинуть машину до возгорания. Огонь потушили спасатели. В Одессу из катерного похода вернулись курсанты факультета военно-морских сил. На протяжении 10 дней они проходили штурманскую практику в открытом море, а также посетили Академии Румынии и Болгарии. Встречала их Анастасия Кожушка. Курсанты военно-морского факультета проходили практику, посещая иностранные порты. В последний раз такой поход проводили в 2009 году. С оркестром, караваем и под дождем. Так встречают третикурсников морской академии с 10-дневного обучения. Оно проходило в открытом море. На протяжении этого времени 40 третикурсников учились штурманскому вооружению и испытывали навигационно-гидрографические и гидрометеорологические режимы плавания. Курсанты отримали и теоретические знания. Офицеры походного штаба с курсантами проводили занятия каждый за своим напрямком и по медицинской подготовке, и по борьбе за живучесть, и по будове корабля. А также курсанты отримали практические навыки под час несения вахтов. Обучение проходило в экстремальных погодных условиях. Море курсантов встретило штормом. Никто не растерялся. Все ребята проявили себя достойно. Мы впервые побывали в таких вот передрягах, например, в небольшой шторм попали, в ураган, в ураганный ветер. Попробовали, что такое качка сильная. Ну и, в общем-то, на основе этого мы уже сделали свои выводы. Практика проходила на двух катерах – Сокаль и Смила. Также курсанты посетили военно-морские академии Румынии и Болгарии. В следующем году такой поход планируют повторить. Анастасия Кожушка, Алексей Барановский, Седьмой канал. Как сэкономить миллионы гривен, тонны бумаги и месяцы бюрократического простоя в судах? В Одессе служители Фемида из разных стран обсудили проблематику украинской технической базы и пути ее модернизации. На круглом столе побывал Игорь Хмурый. Мероприятие прошло в Киевском районном суде Одессы. В состав делегации зарубежных гостей вошли представители Норвегии, а также Боснии и Герцеговины. Отечественные судьи рассказали им о насущных проблемах. В частности, норвежцев поразило, что в 21 веке далеко не все украинцы имеют электронную почту, а бумажные письма могут курсировать по области вплоть до двух недель. Это по-прежнему только начало процесса. Остается посмотреть, какое влияние будет оказано на него. Я уверен, уже стал более эффективным процесс экономии затрат. И менеджеры здесь имеют в запасе прогрессивные и дорогостоящие идеи. Это даст свой результат в будущем. Речь идет о новой системе Екорд. Она уже заменила часть бумажной волокиты, ускорив судебный процесс. Помимо этого, всего одна программа экономит налогоплательщикам сотни тысяч гривен на почтовых пересылках. Таким образом, по словам председателя Киевского райсуда Сергея Чванкина, внедрение Екорта и оснащение необходимым оборудованием окупается уже через год использования системы. Вы часто слышали за этим столом слова о том, что экономятся деньги. Самое главное – экономится время. И если человек может, не выходя со своего офиса, не отрываясь от работы, воспользоваться электронным судом и получить долгожданный результат, то почему бы это не делать? То, что уже много лет работает в Соединенных Штатах, в Европе, мы должны идти только по этому пути. Оказалось, что в отечественной судебной системе время порой играет самую главную роль. Ведь бумажная волокита может раз за разом нивелировать весь процесс, возвращая его в начальную точку. В чем была основная проблема? В том, что если назначается экспертиза, это можно сразу говорить, что нарушены сроки рассмотрения дела. Удивительно, но небольшая Босния-Герцеговина, которая буквально 10 лет назад пережила жестокий военный конфликт, теперь приезжает в Украину, чтобы помочь внедрить новые технологии. Как пояснил представитель балканской страны, именно межэтническая война во многом помогла ему совершенствовать суды. Судебная реформа в Боснии-Герцеговине, которая продолжается с 2001 года, это вклад в создание отношений доверия. Это связующее звено между разными нациями Боснии и Герцеговине. Сервис, который мы предлагаем гражданам, на пути к восстановлению доверия в обществе. Квалифицированное рассмотрение уголовных дел военного времени, которые касаются периода 1995-го годов, это один из ключей для восстановления доверия между нациями. Модерирует внедрение электронных судов в Высший совет юстиции, но там отмечают, чтобы окончательно разрушить бюрократический фундамент, необходимо менять законодательство. Более бодро процесс пойдет после 30 октября, когда данный орган сам примет новый облик. После того, как Высший совет юстиции трансформируется в Высший совет правосудия, мы будем утверждать положение, которое будет регулировать электронные документы оборот в суде и элементы электронного суда. Поэтому мы будем возглавлять эту работу и будем делать все для того, чтобы она заработала по всей Украине, во всех судах без исключения. Игорь Хмур и Алексей Филиппов, Седьмой канал. Одесская учительница стала рекордсменом Украины. Галина Орлова дольше всех работает в одном учебном заведении. Почти 59 лет женщина преподает английский в школе-интернате номер 2. И вот сегодня ее имя внесли в Книгу рекордов Украины. Лучшим работникам образования вручают грамоты, цветы, подарки и нагрудные знаки. Таких здесь 12 человек. Галине Абрамовне сегодня чрезвычайное внимание. Она дольше всех в Украине проработала в одном учебном заведении. 58 лет и 10 месяцев женщина преподает английский во второй школе-интернате. За что получила сертификат и строчки в Книге рекордов Украины. Несмотря ни на что, я не представляю себе другой профессии. И я вам честно скажу, я всегда говорю, это мой девиз. Вечно буду жить в интернате, вечно буду молодой. Дай бог, дай бог, чтобы я отметила 60 лет. В свои 85 из профессии уходить и не думает. Говорит, учителем хотела быть всегда. И хоть профессия, по словам женщины, сложная и порой неблагодарная, от этого любовь к детям не уменьшается. Я хочу, чтобы наши дети были счастливы, чтобы им интересно было учиться, чтобы они с радостью говорили, ура, английский, а не, а, опять английский. До Галины Абрамовны рекордсменом считался харьковчанин. В инженерно-педагогической академии он проработал 53 года. Успех конкретно Галины в крепости нервов и, собственно, физиологической, наверное, выносливости какой-то более высокой, чем в среднем по Украине. И это радует и за это берет зависть. Сегодня зал русского театра переполнен зрителями. На сцене целая концертная программа. После выступления каждый оставляет пожелания любимому преподавателю. Я ей пожелаю, чтобы она нас всех выдерживала, чтобы мы все хорошо учились и поздравлю ее с Днем Учителя. Я желаю счастья, здоровья, любви, чтобы никогда не болели и чтобы всегда радовались ученикам. Чтобы у них хорошие были ученики, чтобы они были послушными. Мы вас любим! В Одессе области начался осенний призыв в армию. На срочную службу из нашего региона отправятся более 700 молодых ребят. Из них свыше 400 пойдут на службу вооруженные силы Украины, около 300 в Нацгвардию и полсотни призывников в государственную специальную службу транспорта. В армию призовут пригодных к военной службе по состоянию здоровья мужчин, которым исполнилось 20 лет. А также парней до 27 лет без права на освобождение или отсрочку от призыва. Всего по Украине этой осенью ряды вооруженных сил и другие военные формирования пополнят почти 14 тысяч человек. Олимпийцы, паралимпийцы и Михаил Саакашвили посетили виноградники Шаба. Вместе с главой области спортсмены собирали урожай, а после их наградили за спортивные достижения на соревнованиях в Рио. Больше об этом Кристина Немченко. Украинское вино имеет потрясающий потенциал. Они даже не знают. Они все пьют итальянское, французское. Когда говоришь украинское, они ухмеляются. А вот эти сорты, они реально одни из лучших в мире. Сорт этого винограда называется тильтикурук. Из него получается тонкое и гармоничное вино. Вместе с Михаилом Саакашвили урожай на шабских виноградниках собирают участники олимпийских и паралимпийских игр. Держать секатор в руках некоторым пришлось впервые. Вначале рос виноград, когда я его помладше, у меня дед с собой брал. Подрезал деревья, а я участвовал, морально его поддерживал. На этой территории площадью 2 гектара растет порядка 25 сортов винограда. Самый известный – альварна. За ним в эти края приезжала сама Леся-украинка. Они были туберкулезниками и они этот сорт винограда употребляли для того, чтобы повысить в крови глюкозу. То есть сейчас это инъекции, раньше это был виноград. Пока собирали виноград, Михаил Саакашвили напомнил о своем отъезде в Грузию. В родную страну отправиться, как он сам говорит, защищать результаты выборов. Заверил, Украину бросать не собирается. Потому поездку запланировал на отпуск. От меня не так легко избавиться. На чем все это? Как говорил Лысоцкий, не волнуйтесь, я не уехал, не надеетесь, я не уведу. Уже после сбора урожая одесских спортсменов наградили почетными грамотами и подарками. Роман на Паралимпиаде завоевал золото по гребле. Сегодня Михаил Саакашвили подарил спортсмену часы. Очень приятно, эмоции переполняют некоторые волнения. Приятно очень, потому что сюрпризы, подарки, они каждому приятны. Самые лучшие чувства были на Олимпиаде, когда я взял первое место. Спортсмены все еще впечатлены своими результатами на играх в Рио. В то, что привезли в Украину много золотых и серебряных медалей, многие не верят до сих пор. Но на этом останавливаться не собираются. В планах улучшение результатов и покорение новых вершин. Кристина Немченко, Игорь Казанжи, Седьмой канал. Карета скорой помощи для бездомных животных. В немецком приюте появился автомобиль для транспортировки собак и кошек с улицы в клинику. Поэтому, если рядом с вами проживают бездомные животные, которые нуждаются в медицинской помощи или стерилизации, вы можете обратиться в этот приют. Почетный президент Немецкого союза защиты животных Вольфганг Апель передал приюту ключи от автомобиля. Теперь с помощью этого микроавтобуса транспортировать собак и кошек можно будет быстрее. Чем отличается этот автомобиль от тех, которые вы видели прежде? Этот автомобиль сделан так, чтобы животным внутри автомобиля было хорошо. Там все хорошо моется, там все сделано из хороших материалов. И самое главное, в этом автомобиле будет кондиционер, который при необходимости освежает воздух или, например, зимой нагревает воздух. И внутри сделаны специальные контейнеры, клетки для передвижения животных. Они достаточно большие. И самое главное, экипаж такого автомобиля будет состоять из врача и помощника, который тоже будет иметь навыки спасения животных. Приют работает 11 лет. Все это время доставляла животных городская служба. Теперь с появлением автомобиля часть работы приют берет на себя. Микроавтобус будет ездить по окрестностям в труднодоступные районы, а также на различные предприятия и дачные массивы. Для безопасной транспортировки животных для приюта закупили и специальное оборудование. Ловлей и оказанием первой помощи будет заниматься фельдшер Юрий. Нещодавно мы придбали шприц-метатель, наподобие ружья, чтобы стрелять шприцами, которые будут заправлены снодийным. Для того, чтобы приспать тварину, мы могли ее сюда довезти, и тут уже оперировать и далее выпускать на воду. Парень ассистирует хирургу, а иногда и сам проводит операции. Всего 5000 за три года его работы. Каждая – это шанс выжить для животного. У них нет ни житла, ни ежи, ни тепла. А мы хоть какой-то вклад даем им, какую-то надежду. Сегодня в приюте содержат около 300 животных. Большинство из них – собаки. Котов и кошек меньше. Уже с 1 ноября для них стартует специальная акция. Кошек очень много. Очень много поступает заявок на них. Они тоже страдают на улицах города молча, плодятся бесконечно. Это тоже одна из причин начать второй проект. Но он будет проводиться на базе наших ветеринарных клиник. Немцы будут финансировать кастрацию животных, а клиники будут ее проводить. Если вы встретили покалеченную собаку или кошку и хотите помочь животному, наберите номер, который вы видите на экране. А если желаете обрести верного друга и охранника своего дома, приезжайте в приют на 6-й километр Аведиопольской дороги и возьмите себе питомца. Они очень нуждаются в человеческой ласке. Полтонны поддельного элитного алкоголя и тысяча патронов к автомату Калашникова изъяли правоохранители в ходе обыска в Одесской области. Прокуратура совместно с пограничниками провели следственные действия по 9 адресам в Одессе и в одном из поселков Великомихайловского района. Выявили около 600 литров алкогольной продукции с признаками подделки торговых марок «Абсолют», «Патриот», «Чивос» и «Джек Дэниелс». Первый за осень и второй за год в акваторию Одесского порта зашел долгожданный лайнер под флагом Баганских островов. Сегодня утром он уже покинул Одессу, однако нам удалось пообщаться с пассажирами судна. Что рассказали нашим корреспондентам морские путешественники в следующем сюжете. В акваторе Одесского порта пришвартовался корабль под Багамским флагом. Пока это только второй круизник, который пришел в Южную Пальмиру. Напомним, в октябре сезон вояжи будет закрыт. Вот на судно спешит повар. Очень захватывающе путешествует на этом судне. Это круизный корабль. Я – шеф-повар. Готовлю интернациональное кушанье. В Веллингтон, к примеру, классическое английское блюдо – говяжья вырезка. Американские приезжие делятся любопытной информацией. Говорят, лайнер рассчитан на сотню пассажиров. Внутри удобные каюты, есть библиотека. Судно капитально оснащено всевозможными средствами эвакуации. А вот спортзал не предусмотрен. Зато есть лодки, которые якобы спускают на воду летом. С них ныряют любители поплавать. Что касается еды, то почуют блюдами той страны, в которой останавливаются. Сегодня мы позавтракали, а потом отправились в тур по Одессе. Днем мы посетили археологический музей, а часть группы отправилась в музей Холокоста посмотреть экспозиции еврейской истории. Корабль старый, но в хорошем состоянии. Набран полный состав команды, который заботится обо всем, включая даже украинского доктора, который сопровождает нас. Это прекрасный корабль, очень хороший сервис. Выдался благоприятный случай поколесить по Черному морю. Сами отдыхающие говорят, что странствуют на Айленд Скай, а сейчас в основном американцы. Есть также пара канадцев и острийцев. Плавочий остров уже причаливал к берегам Грузии и Турции, направляется в Румынию. С нами выезжируют два профессора Гарвардского университета и Стэнфордского университета Калифорнии. Были приглашены компании, они давали лекции, рассказывали все об археологических находках региона, истории и об основании Екатериной Второй Одессы. Такая образовательная программа. Портряки сообщают, что в этом курортном сезоне в Одессе останавливался только один корабль с туристами. Европа-2 под флагом Мальты. Мария Сапкалова, Алексей Барановский, Седьмой канал. Одесский Черноморец занял 15 место в мировом рейтинге самых лучших футбольных эмблем. Список опубликовало британское футбольное издание 442. Всего в топ вошел 21 клуб, первую строчку отдали Аяксу. Второе место занял Лампанк из второй лиги Таиланда, третий Кёльн. Лучшим элементом нашего клубного символа британцы назвали мяч. Цитирую, Черноморец выбрал лучший мяч, когда-либо созданный в спорте. Сияйте, сумасшедшие украинские бриллианты. Таким был этот день. Завтра будут другие события. Я напоминаю, следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и социальных сетях. Это наш город и ваш седьмой канал. Берегите себя и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова